Арктический плавучий университет Северных морей В этом рейсе профессор Молчанов Совершил невозможное Без сопровождения ледокола он сумел подойти к архипелагу Земля Франца Иосифа Для сейсмологии проводить исследования на этих территориях Это подобно тому, как географы раньше открывали новые земли Эти земли плохо изучены в сейсмическом плане В ходе экспедиции ученые провели комплексные исследования Белого и Баренцева морей Сделали 5000 гидрохимических анализов Обработали 134 гидрологических станции Проанализировали более 250 радиологических проб Изучили растительный и животный мир русской Арктики Данные по химическому составу водорослей Полученные в этой экспедиции Смогут открыть новые пути Эффективного применения даров моря В медицине, фармацевтике, косметологии И других областях Впервые были установлены сейсмостанции На Новой Земле и других островных территориях Что позволило получить уникальные данные Успешный научный отчет дал надежду на продолжение И в 2013 году состоялись сразу три экспедиции Арктического плавучего университета В начале каждого летнего месяца В Арктику отправлялся новый исследовательский рейс На судне профессор Молчанов Первая экспедиция 2013 года Маршрут Архангельск, Белое море, Баренцево море Архипелаг Шпицберген Баренцево море, Белое море, Архангельск Продолжительность рейса 25 дней Первая экспедиция 2013 года Поставила перед собой не только научно-образовательные Но и дипломатические задачи В программе рейса состоялась высадка на Шпицберген Усиление российского присутствия на архипелаге И является одним из положений стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации до 2020 года Много еще не исследовано вокруг архипелага Если мы уйдем отсюда, мы потеряем такой научный потенциал Баренцбург – российский поселок на норвежской территории Со времени своего основания главной хозяйственной деятельностью Здесь была добыча угля Сегодня, когда работа на шахте стала нерентабельна Стал вопрос о его будущем Ответ нашли в науке Именно здесь планируется создание российского научно-образовательного центра Куда смогут приезжать ученые для изучения Арктики и Шпицбергена На архипелаге к экспедиции плавучего университета Присоединилась российско-норвежская делегация Ее участники оценили базу, на которой предстоит создать центр А также поделились опытом научно-образовательных проектов Вторая экспедиция 2013 года Маршрут Архангельск, Белое море, остров Колгуев, Баренцево море, Харское море, острова Северная земля, острова Новая земля, Баренцево море, Белое море, Архангельск Продолжительность рейса 25 дней Вторая экспедиция 2013 года стала самой богатой по количеству высадок Их целью было получение новых данных о биоразнообразии территорий Почвенном составе архипелагов и островов Состояние ледникового покрова Также были расширены и исследовательские задачи Появились новые научные блоки Судостроительный, геоинформационный, биологический и психофизиологический Географический блок в ледяной гавани обнаружил останки зимовки Вильяма Баренца И памятный крест, установленный на месте зимовки первопроходца Экспедиция прошла по центру архипелага земля Франции Осипа, проливу Моргана С двух сторон судна окружали ледники и айсберги Причудливые очертания островов, напоминающих потухшие вулканы Также в ходе экспедиции был проведен эксперимент студентами САФО Которые на новой земле произвели монтаж ветрогенератора и систему солнечных батарей На станции национального парка «Русская Арктика» Эксперимент по использованию альтернативных источников энергии Для обеспечения связи в условиях Крайнего Севера дал положительные результаты Система полностью заменила работу дизельного генератора Третий рейс 2013 года был приурочен к столетию экспедиции Норвежского путешественника Фритьёфа Нансена Маршрут – Архангельск, Белое море, остров Колгуев, остров Вайгач, полуостров Ямал, остров Белый, остров Диксон, Дудинка, Норильск Продолжительность рейса – 10 дней Инициаторами выступили норвежцы, желавшие повторить путь великого земляка и исследователя Арктики Историческая ценность данной экспедиции еще и в том, что мы передаем и документируем вот это знания, новые реальности Мы живем в новых реальностях, не тех, что жил Нансен и его коллеги И это очень важно, то есть очень важно передать вот эти знания не только общей какие-то общественности, но также студентам На время экспедиции научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» стало площадкой, где представители научных организаций России и Норвегии Обсудили актуальные вопросы по освоению Арктики с представителями власти и бизнеса обеих стран Каждый день рейса был наполнен работой научных секций, где зачитывались и обсуждались доклады участников экспедиции Путешествие по пути Нансена открыло дорогу к новым совместным проектам по изучению и освоению Арктики и районов Крайнего Севера Не менее важной задачей было дать оценку сегодняшнего состояния Арктической зоны Высадка на острове Колгуев и общение с представителями коренных народов ненцами Посещение Диксона, некогда богатого и стратегически важного северного порта, превратившегося сегодня в умирающий поселок И напротив, выросший и преобразовавшийся порт Дудинка, встретивший экспедицию под звуки шаманских бубнов Норильск, оставивший тяжелое чувство тревоги за жителей, живущих в экологическом коллапсе Все это позволило зафиксировать картину сегодняшнего дня Сравнивая свои впечатления с дневниковыми записями столетней давности Участники экспедиции отчетливо понимали, что каков будет природный и политический климат в Арктике, таков будет и мир В 2014 году плавучий университет совершил две экспедиции Первая состоялась в июне Маршрут Архангельск, Белое море, архипелаг Шпицберген, Баренцбург-Ниолисун, Баренцево море, Архангельск Продолжительность рейса 30 дней Одной из основных задач исследований стало изучение теплых течений Арктических морей На основе которых можно проследить изменения в Северном Ледовитом океане В ходе экспедиции мы поставили новый рекорд Если мы в прошлом году в течение двух рейсов отработали 150 точек То в этом году в течение всего лишь 30 дней мы, как стахановцы, отработали 153 точки Речь идет о станциях океанологических разрезов Белого, Баренцево и Гренландских морей На которых ученые брали пробы воды с разных глубин Для комплексного анализа трансформации атлантических водных масс Географический блок экспедиции обнаружил следы проживания племен Саамской группы на островах Русский Кузов Здесь найдено 6 стоянок, 2 полных таких комплексных культовых сооружения Более 800 идолов на территории То есть нигде больше в Северной Феноскане такого объема культовых сооружений Этих традиционных религиозных уровней племен не было найдено Одной из значимых точек маршрута стал залив западного Шпицбергена из Фьорд Где ученые САФУ совместно с сотрудниками научно-исследовательского института Арктики и Антарктики Установили буйковую станцию на глубине 300 метров Она в течение года автоматически накапливала необходимую информацию Поселок Баренцбург не менее важная остановка экспедиции Арктического плавучего университета Здесь в течение 9 дней работала полевая команда исследователей почвенной и геоморфологической групп Что касается содержания тяжелых металлов в различных типах почв, связанных с их описанием, применением георадаров То подобных комплексных исследований здесь пока не проводилось Так что, можно сказать, мы в этом направлении какие-то пионерские исследования проводим Традиционно в рейсе приняли участие океанологи, гидрохимики, ученые-метеорологи Последние занимались оценкой содержания парниковых газов в атмосфере И исследованием гидрооптических характеристик Белого Баренцева и Гренландского морей Второй рейс 2014 года, маршрут Архангельск, Белое море, остров Колгуев, остров Вайгач, станция Марисали, Ямал Остров Белый, мыс Челюскин, остров Большевик, Диксон, город Архангельск Продолжительность 20 дней Впервые среди традиционных научно-исследовательских направлений В экспедиции появились социально-гуманитарные, историко-правовой и психологические блоки Этнографы собирали актуальную информацию о жителях Арктики Занимались изучением береговой линии, ландшафта местности, культурных и исторических памятников Ученые побывали на острове Вайгач, где много лет сохранялись главные святилища народов Севера Сотни каменных и деревянных идолов, которым ненцы из Большеземельской тундры, Урала, Ямала Приходили только для совершения культовых обрядов Также удалось посетить метеостанцию имени Федорова, где работают всего три человека Некоторые точки высадок участникам рейса пришлось поменять Или вовсе отказаться от выхода на берег В один из экспедиционных дней шторм достиг рекордных для плавучего университета семи баллов Все залило просто вот так, не было ничего видно, суперпрызги Пять минут, потом с носа водичка выливалась по краям Если спуститься ниже, в баре, там еще где-нибудь, то очень-очень качает Из-за непогоды нам из желания не попали, но удалось высадиться в Варнаке, ненецком поселке Его первыми жителями были заключенные, которых привозили сюда для работы на руднике Когда шахты закрылись, в Варнак переселили ненцев с новой земли и острова Вайгач Сегодня здесь проживает 96 человек А лодки есть у всех, да? Фактически В основном рыбок на материке ловится Когда здесь лава ловится, переезжают, левят, ловят Одним из последних пунктов назначения рейса стал остров Сосновец в Белом море Где ученые социально-гуманитарного блока провели опрос работников метеостанции и маяка 2015 год, маршрут экспедиции Архангельск, Соловецкие острова, остров Колгуев, мыс Белый нос, поселок Варнак Залив Русская гавань, мыс Желания новой земли Земля Франции Осифа, острова Хейси, Чампа, Гукера, Нородбрука Остров Сосновец, Архангельск Продолжительность рейса 20 дней В этот раз экспедиция поставила своеобразный рекорд Попав в три шестибальных шторма Поэтому удалось сделать только девять высадок на арктических островах из запланированных двенадцати Соловки, Белый нос, Вайгач Далее из-за большой циклонической активности маршрут был изменен Судно пошло не Баренцевым, а Карским морем до мыса Желания новой земли Зашло в Русскую гавань, а затем на архипелаг земля Франции Осифа Несмотря на строптивое поведение Арктики Ученые собрали ценные дополнительные данные к исследованиям прошлых лет Нам удалось сделать довольно много таких открытий по почвам Арктики Потому что мы посетили те места благодаря плавучему университету И обнаружили очень много общего в высокой Арктике Каких-то явлений, которые похожи на явления, присутствующие только в Антарктиде Интересные результаты были получены историко-культурным блоком Который провел исследование более 50 памятников культурного наследия Относящийся к промысловой деятельности поморов и советскому периоду освоения арктических территорий Ученые провели точную фиксацию их местоположения для создания крупномасштабных тематических карт Впервые в экспедиции принял участие ученый, занимающийся членистоногими В Арктике эта тема практически не исследована Единственное, что известно о фауне моей группы на ЗФИ Это работа 1900 года, сделанная, но по материалу собрана еще экспедиция Джексона То есть, в общем, это очень давно Ученые биологического блока также совершили ряд открытий Определив несколько видов птиц, которые раньше не были зафиксированы в высоких широтах Получены новые сведения о распространении белощокой казарки и гуменника Всего было изучено 53 вида птиц и зарегистрировано 10 видов морских млекопитающих Мы собрали пробы для анализа на паразитов птиц из гнезд Удалось посмотреть несколько точек, которые были раньше неизвестны Что там творится с численностью колоний Белощокой казарки, гуменника Это такие гуси Есть несколько интересных регистраций видов, которые, в принципе, очень далеко от своего нормального ареала Но все это надо сейчас посмотреть, проверить Самым главным итогом экспедиции Арктического плавучего университета 2015 Стал его окончательный переход к формату комплексных научных междисциплинарных исследований Прежде всего медицинских, почвенно-химических, биологических, ботанических и картографо-геодезических Впервые в экспедиции приняли участие более 18 научных организаций 2016 год. Маршрут экспедиции Архангельск. Остров Колгуев. Остров Матвеев. Остров Долгий. Остров Вайгач. Малые Кармакулы. Новая земля. Русская гавань. Залив Мака. Залив Иностранцева. Мыс Желания. Архангельск. Продолжительность рейса 20 дней Восьмой рейс Арктического плавучего университета получил название «Открывая тайны новой земли». На борту судна работали 10 исследовательских блоков. Особенностью экспедиции стало то, что данные ученые получали не только во время коротких высадок, но и во время продолжительных полевых работ на островных территориях. Так, на станции имени Федорова высадили группу орнитологов, которым за неделю удалось описать малоизученную арктическую колонию птиц. Там было очень мало орнитологов за всю историю исследований. И, если честно, там описано всего лишь 4 колонии. Например, очень интересная птица, самая такая арктическая, Люрика. А нам удалось найти область его распространения, сплошного распространения, и там он очень многочисленный, и описать несколько новых колоний. Еще одна островная исследовательская команда – медицинская. Она изучала уникальные факторы развития сердечно-сосудистых заболеваний у местных жителей поселка Варны. Ученые провели 10 дней в близком общении с коренным населением тундры. Восьмая по счету экспедиция доказала, что сейчас можно уверенно говорить о сложившейся, надежной, профессиональной команде на борту научно-исследовательского судна профессора Молчанов. 2017 год. Маршрут экспедиции. Архангельск. Мозжелание новой земли. Земля Франции Осифа. Остров Галя, Хейса, Джексон, Рудольфа, Гукера, Нордбург, остров Белл, Архангельск. Продолжительность рейса 20 дней. Экспедиция 2017 года «Арктикум инкогнито» оправдала свое название и стала настоящей арктической одиссеей для участников рейса. Нам пришлось несколько раз встречаться и с медведем, и с моржами, и переживать ледовый припай и древь льда, что, собственно, требовало от нас очень серьезную корректировку маршрута, особенно с северо-восточной части архипелага Земля Франции Осифа, где мы планировали ряд высадок. Команда плавучего университета оказалась по-настоящему интернациональной. На борту судна собрались ученые из России, Болгарии, Швейцарии, Кубы, Нидерландов, Франции и Германии. Реализовывались исследовательские проекты в области гидрометеорологии, гидрологии, биологии, геологии, археологии. У меня, например, есть унитарное образование, и я довольно часто тоже работала в лаборатории, потому что у них было много времени и очень много дел, и таким образом я тоже узнала, например, как надо фильтровать, что такое фиктуру, пламптуру, я это вообще не знала. Почвоведы доказали, что в горных породах мосожеланий скрывается целый ботанический сад. На языке исследователей это индолитная система. Ранее подобные находки фиксировали только в Антрактиде и в пустынях Ближнего Востока. Здесь вот мы видим с вами эту дневную поверхность, а внутри под ней зеленый пигмент. Это фотосинтезирующие организмы, санобактерии, зеленые водоросли, которые осуществляют первичную продукцию органического вещества непосредственно в поровом пространстве породы. Орнитологи обнаружили нетипичного для Арктики обитателя – чернобрового альбатроса, ареалом распространения которого является Южная Атлантика. То, что он внезапно появился в высоких широтах, можно считать важным открытием. Еще одним значительным результатом рейса стало и то, что ученые САФУ провели первые исследования в рамках работы над мегагрантом по разработке методологии мониторинга, оценке и прогнозировании предупреждения рисков, связанных с переносом, биологическими путями, высокотоксичных загрязняющих веществ, способных накапливаться в пищевых цепях и распространяться в арктических экосистемах. Арктический плавучий университет – это инновационный научно-образовательный проект САФУ, который дает возможность студентам не только своими глазами увидеть Арктику, но и поработать с ведущими учеными НИИ в одной команде, проводя уникальные исследования высоких широт и получая знания по новым дисциплинам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok